Всем привет, ребята! Здравствуйте! С вами братуха и это Игра Ва Робот. Сегодня у нас интересная новость. Как вам сказать, не то что новость, а в официальной группе ВКонтакте появилась какая-то непонятная картинка без каких-то непонятных этих описаний. То есть вообще описания нет в официальной группе ВКонтакте. Вот заходите туда, ребят, посмотрите. Действительно там ничего нет, ну а я вам сейчас покажу ее сейчас. Я в прямом эфире. Вот, а здесь сделаем сейчас обзор на мою папку там. И вот картинка выбрал, вот ее нажал, вот она появилась у вас на экранах. Здесь я, ребята, не понимаю, что это за фигня и зачем она была туда вывешена. Но люди, добрые люди сразу же написали, подсказали, что это следы. Следы от шагов. Следы, блядь, от шагов-то. Что ж такое-то следы от шагов? Это каких шагов? Это что ж за роботы-то такие? Интересно, следы от каких? Сказали, что типа последний след это от какого-то супер-мега-крутого робота, который еще находится в разработке твою дивизию. Ну, а здесь я таки подумал, что маленький шаг это, может, корсака. Давайте посмотрим корсака. Вообще непонятно, как можно выявить след. Но вот вроде бы вот такая вот нога у корсака. Давайте посмотрим. А, наверное, вы не видите, да. Вот такая нога у корсака. Но я думаю, что это не корсак. Так, правая это точно не корсак, потому что у корсака две такие ногти. Вот тут ноготь один, да. Давайте пойдем к следующему роботу тогда. Посмотрим, что это за робот. А, это, возможно, дистриер. Точно, возможно, дистриер. Да нет, ребята, это не дистриер. Это вообще... Вы уверены, что демонстрируемая картинка это действительно след? Просто вот разработчики какую-то картинку поставили, а что это за картинка, не объяснили. И сразу люди начали говорить, что это следы. Но давайте, блин, искать робота с такими следами. Честно говоря, я такого робота не вижу. Даже вот просто минимальная вот та картинка я не вижу. Робот должна быть впереди. Такая вот одна нога такая, как бы один палец впереди, да. Что за робот от носорога, интересно, след бы я узнал. Здорово. Так, здесь карныч нет, не канает. Притом, робот должен быть маленький, судя по всему. Возможно, это дистриер. Да нет, у него два ногтя, смотрите. У него два пальца, да. Видите, у него два пальца тоже. Узнать можно этот след. Кто тогда следующий? Вот это вот три, прямо это у нас... Вау, это у нас новый робот Ауджана, да. Красный дракон. Так, Гриффин. Вот тут у нас что-то говорят, типа, это, возможно, Гриффин, Гриффин, два копыта, два ногтя. Так, подождите. А может, это вообще у нас картинка кверх ногами находится? Ее, корона бабай. Да, возможно, она у нас кверх ногами находится. Да, скорее всего, это вот так вот. Блин, а я тогда чего смотрю? Окей, это нога, короче, вторая нога у нас, это Гриффин, ребят. Вторая нога, это Гриффин. А первая нога, это тогда чья, интересно? Нога, это может быть... Нет. Нет. Ага. Так, точно не Корсакс. Вот, скорее всего, это нога Дистриера. Вот такая вот там, две этих, и в конце одна. Да, скорее всего, это нога Дистриера, ребят, стопудо. Нога Дистриера. Следующая нога у нас... Сейчас давайте следующую ногу посмотрим. Угадаем, чья это нога. Так, возможно, это у нас две... Два таких, да, и вот такая вот. Треугольник. Подходит? Нет, нет, не треугольник. Нужно две по краям, и сзади кругленькая. Окей, ищем две по краям. Так, две спереди по краям, а потом кругленькая. Нет, это слишком тонкая нога. Мы ищем ноги, господа. Мы ищем... О, может, это Буч? Это очень большая нога прямо у Буча. Обалдеть. Не похожа ли нога? Нет, не похожа. На Буча. Ну, ладно. Следующая давайте. Два рога. О, Карнэйдж. Возможно, это Карнэйдж, ребят. Ну, блин, похоже, да? Третья нога. Ну, справа налево, я имею в виду. Похоже на Буча. Нет? Не на Буча, а на этого. Не, не похоже. Нет. Вы-то видите картинку в прямом эфире? А я-то ее не вижу. Я вижу свой экран. О, возможно, это Лео. Нет. У Лео сзади какая-то труба. Ароматура. Это точно, блин, не фура. Хотя нет. Смотрите. Это фура. Ага. Вот оно что. Это фура, господа. Да-да-да-да-да. Это фура. Все. Мы нашли робота. Это фура. Понятно. В общем, это следы дистриера этого парня и фуры, да? А вот, интересно, нога чья последняя. Прям вот последняя нога чья. Не понятно. Но говорят, это вот нового робота, который, типа, там будет. Может, это Гриффин? Похож на Гриффина, нет? Нет, не похож. Нет, не похож. На Гриффина не похож. Не похоже. Нет, тоже. О! У этого вообще следы обалденные. У паука. Да, можно в такие игры играть. Угадай задание. Угадай следы. Ну да, скорее всего, это следы нового робота. Это вряд ли, что Арес. Да, не Арес. О! Мне бросил вызов злой нуб. Это у нас уже Фенрир. Вот такие у него ногти у Фенрира. Это Локи. Ну и это последний робот Тур, да? Тур. На Тура тоже не похожа. Не похожа на Тура. Ну что ж, ребята, в общем, последний след. Судя по последнему следу, если это была Фура, предпоследний след, да? Такой второй по величине. Это была Фура. То представьте, какой следующий будет робот, ребята. Если вот это следы Фуры. Обалдеть. Что, серьезно, что ли? Обалдеть. Это просто мурашки похожи. Ну ладно, убираем картинку. Следующий робот у нас будет еще больше Фуры в два раза. Ха-ха-ха. Может и в три. Ну ладно, в общем, вот такая вот интересная затея у разработчиков. Молодцы. А я вчера, ребят, на стриме забрал нового робота. Забрал нового робота. Прокачал его, ребята, чуть-чуть за голду. Вот у нас этот робот. Мы его можем сменить. Нет, мы его можем снарядить. В 3D формат. И вот он, ребята, смотрите. Вот он, этот робот. Красавчик. Монстар. Прямо взгляд у него злой. Меняется, да? Здесь один взгляд снизу такой. Другой взгляд. Прямо дебил какой-то. Злой нупы. Какой-то дебил у меня уже начинает накалять. Я уже начинаю его оскорблять. И смотрите, у него четыре таких когтя. Четыре когтя. И сзади шпоры такие, как у петухов. Ёпта. Шпоры у петухов. И что самое интересное. Вчера на стриме я пошел с ним первый раз в бой. И я расхохотался, потому что у него сзади хвостик. И хвостик у него, ребята, какой. Хвостик у него смешной. Как у пчелки Майя, блядь. Честно говоря, ребят, это нихера не дракон. Вот его задница, она очень меня рассмешила. Прямо нахренам вот этот хвостик делаться. Это абсолютно непонятно. Ну, а мы пойдем, давайте, ребята, в бой. Потому что этот дебил меня уже начинает напрягать. Этот робот у нас попался на складе. То есть я его получил. Он стал первого уровня. А я его быстренько прокачал до шестого. И сейчас он у нас качается на седьмой уровне. Я его докачаю до максимальной скорости. Потом буду качать на него пушки. И сейчас, ребята, вот мы его первым делом возьмем. Обратите внимание, как смешно выглядит этот задний хвост. Честно говоря, это какое-то убожество. Валять, я не робот. С виду он какой-то... Вот, вот. Чуплевая, я ему невыстежима, брата. Насколько вот это все глупо сделано. Вот этот хвост. Это просто вообще прям... Особенно вот этот полет. Посмотрите. Какие-то они новые. Может, этот робот дальше летал бы. Ну, у того парня, у белого робота, как вы видите, у него хотя бы хребет есть, да? Хребет и хвост не такой слишком большой. А у этого прям вообще пипец. Это не дракон, это, я и говорю, это отца или пчела какая-то. Где вы видели у дракона такой хвост, блин? Это пчелка Майя. Я, по-моему, только муче смотрел в детстве. Сейчас, нехило, ребят. Я оседлал... Оседлал Ореса. И сейчас надо прям реально уходить. А у меня есть модуль лечения. Но бесполезно его лечить. Этого робота. Он сразу погибает. Надо, кстати, на него глаз повесить. Очень слабые он прокачки. Совсем не держит удара, там, сто тысяч. Хотя у этого парня сто восемьдесят одна тысяча, но у него ласт энд есть. Очень быстро я сдох. И, в принципе, я не печалюсь. Потому что... Потому что этот робот не прокачан. И пушки у него слабые. И нет смысла на нем долго сидеть. Надо брать центральный маяк. Каким образом брать центральный маяк? Я, ребята, даже не в курсе. Потому что красноперые очень очкуют. Вот. А у белого дракона хвост, видите, отсутствует. Ага. Будем помогать Гудлайку. Отлично. Помогли Гудлайку. Мы сейчас будем брать маяк. Блядь. Вот это... Столько трупаков уже там. Ну, это просто пипец, ребят. Мы что-то прям... Бежим, бежим. И не можем туда прямо дойти до центра. Гудлайк. Стреляется по правую сторону. Сделаем вид, что мы его не видим. Но мы видим. Привет, тебе Гудлайк. Амбрелла у нас абсолютно... Как вы видите... Амбрелла у нас абсолютно по херу ей. Она находится, блядь, там вот вдали. Никак ее не сжечь. Никто на нее внимание не уделяет. Все вот смотрите. На центр внимания уделяет. Ну, и я тоже, блядь. А как же иначе? И вот так. Короче, этот бой мы проиграли. У меня даже нет желания идти дальше в бой. Ну, как бы идти до конца. Потому что, ну... Что-то прям вообще срак какая-то. У нас парень пробрался на дальнюю базу противника. Я сразу потерял... Знаете, вот такое бывает. Потеряешь... С их лоховских роботов. Потом такой... Блядь, да ну его нахер. Теряешь настроение. А в итоге... Потом на одном аресе будешь тащить... Тащить и тащить. Амбрелла, блядь, прекрасно тебя чувствует. На своем бульварке. Вот абсолютно похеру этому парню. Что тут происходит. Берильи у нас идет в атаку. Ну, хоть кого-то я отпиздил. И у меня остается еще один робот. Вот-вот на нем-то я попробую продержаться. Залетает на центральную базу дракон. Сразу же убивает наших парней. Там одного, второго. Короче, заебись. Да, все прекрасно. Я не знаю, такое ощущение, что противник играет охуенно, сдержанно и как будто толпой по дискорду, блядь. Вот так сейчас будем воевать потихоньку-помаленьку. Какой-то, можно сказать, партизанской войной. Сейчас зарядимся, чуть-чуть в сторонку уйдем. Вот последнего робота я не хочу терять. Могу этим роботом долго отвоевать. Как и РС, да. Ну, РС тогда я бросил на атаку. Давай-давай-давай-давай, партизанской войны. Отлично. Ну, сейчас мне приходится уйти, потому что у Абла теперь бульвар на драгунах. Как я заметил, очень мощный робот. О, блядь, это темпеста, вы не поверите, ребят. Эбл в меня стрелял, 600 метров, да? Вот так вот, ребята, 600 метров. Мне опасно теперь подходить. Маяк не наш, там еще бил на бульварке с драгунами. В общем, дальняя карта. И вот так вот, ребята, видите, со своими щитами они могут долго стоять. У нас нету дальнобойщиков. В игре сразу было видно, что у нас какие-то рачеллы играют. Как я, типа. Чуть-чуть домашки ему нанесли. Ну, это чуть-чуть, это не смертельно. Вот у нас первая появилась фура. Эвгерио и нас, блядь, трое. Сразу же получаю пиздюлину. 600 метров. Драгуны бьют, никуда, блин, от них не спрятаться. Вот еще один хвостатый урод. Можно этого дракона, ребята, теперь уродом называть. Но этот бой мы проиграли, оно сразу видно, оно понятно. Теперь остается только лопнуть и нахуй, и все. В общем, в этом бою, ребят, противники оказались куда мудрее, умнее, блядь. И прокачивание роботов у них были лучше, чем у нас. Ну, ничего страшного. Ну, его нахер забыть, как страшный сон. Даже рекламу крутить не буду. Воевали как могли, но противник оказался больше дальнобойных роботов. Режим превосходства, что ж вы, гады, все тут делаете? А ну, шуруйте в смертельную битву. Печально. Время у нас, ребята, сегодня воскресенье. 3 часа 16 минут, пиздеж. 18 часов 44 минуты. Почему-то он не показывает нормально. 15 сентября у нас время. На улице идет дождь. Целый день поливает дождело. Дождело скоро у нас каналы выйдут из берегов. И вообще будет весело. Говорят, еще неделю так будет. Дэн у нас атакует. Мы сейчас провоцировали. Мы застанили, я могу так сказать. Вы прям много народу, смотрите, пришло. У меня перезарядка. Да, Тань, Сонечка, привет. Да, 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 дети. Нет, твои скрипуши я не трогал. Нет, нет, Сонечка, я занят чуть-чуть. Выйди, пожалуйста, закрой дверь. Таню, забери. Я вижу. Я вижу. Зайка, я вижу. Таню, забери, пожалуйста, и дверь закрой, пожалуйста, зайка. Надо перезарядочку сделать. Отвлекся на Сонечку. Простите, проиграем. Рэмбо у нас проходит по флангу. И чтобы он меня не убил, приходится включить мега щит. По левому флангу иди. Слева обходи. Рачела тупое. Ребят, ну, бывает такое у игроков. Блядь, не знает, как обходить противника нам, чтобы он не прятался. Да, блядь. Просто когда мы по одной линии идем, он бы мог вот туда прятаться, понимаете? Когда мы его окружаем, ему некуда спрятаться. Ну, что ж поделать-то? Этот умнее, блядь. Видимо, ему так сподручнее воевать. Мозг не включается. Зачем? В игре мозг не включается. Он не нужен. Мозг в игре не нужен, ребят. Зачем? У нас это немезис. Сейчас мы из немезиса сделаем колбаску. Так, еще одного парня сделали колбасон. И будем захватывать маяк, чтобы не все этому парню досталось. В соседней комнате начинается крик. Соня вернулась от бабушки. Ну, и сейчас мы будем покидать этот дом престарелых и валить нахер отсюда. Ну, понятно, как сыграл этот парень. Все было предсказуемо. А мы уходим. Не успел парень включить свой щит. Его сожгли. Сейчас он включил. Инвиз немезис включил. И способность свою включил. Это мы его туда не пускаем. А он прошел. Смотрите. Парень прошел. Забрал маяк. Рипер у нас пытается братушку побить. Ни одной пушки пока еще мне не оторвали. Не помню, на чем этот парень был. Но мог дать мне люлей. Если он на шоках. Что, в принципе, да. Гром передал мне эти шоки. Конечно же, мы сейчас будем пытаться убить Рэмбо. Но он спрячется, ясен пень. Он не дурачок. Тут у нас доктор. И вот Рэмбо меня в попу шпилит. Ничего страстного. У нас есть Ауджан. Это не проблема. А мы спокойненько дойдем до Рэмбо. И укокошим его. Заберем тот маячок. Будет у нас три маячка. И мы победим спокойненько. Уравновешенно. Вот Рэмбо взлетает. И мы тоже взлетаем. Чтобы его догнать. И забрать маячок. Да, нам маячок забрать бы. Чтоб мне побольше бонусов шло. Отличненько. Маячок забрали. Взяли в автоприцел. И смотрите. Слева может быть проблема. Нет. Парень не стал, смотрите. Участвовать в перестрелке. Спрятался. Надо было еще раньше спрыгивать. Проблема маленькая, блин. Вот, видите, наверху. Наверху робот. Я не могу его взять в автоприцел. Вот, взял. Блядь, залипание клавиш. Сука, тупая просто. Залипание клавиш. Я не могу взять в автоприцел того парня. И, короче, блядь. В этом огромный охуенный минус в игре. Вы не можете взять того, кто наверху в автоприцел. Пока у вас внизу какой-то гандон ходит. Вот и все. Обалденно, блин. Такая вот у нас игра. Ничего они не могут с этим сделать. Ничего они с этим делать не будут. Это Рэмбо. Все, блядь, пытается у нас забрать маяк. Но это ему нахер не поможет. Потому что мы включаем мега крутой глаз. Блядь, он все-таки забирает маяк, сука. Последний маяк он забирает. Ну и нам тут какой-то пиздец происходит. Пока этот гандон сверху контролирует, мы нихуя сделать не можем. Гениально, просто. Я думаю, надо все-таки слетать и забрать маяк по-быстренькому. Иначе мы просрем, блядь. Хотя, мне кажется, мы и так просрем. Да. К сожалению, еще один бой всрали. Настроение потихоньку начинает теряться. Все, нахуй, поражение. Очень бесит, когда проигрываешь. И вот перед мордой пиксоник. Пиздец, блядь. Не чтоб конец боя. Нахуя пиксоник постоянно, блядь. Когда проигрываешь, негатив хочется на пиксоник вылить. Вообще гениальная, блядь, стратегия у разработчиков. Мы просрали, блядь, этот бой. Ну и хуй. С ним идем, ребят, в следующий, в третий бой. Настроения уже никакого нахер. Пытаюсь-то, пытаюсь-то. Где-то что-то, блядь, на нихера не получается. Опять Ареса возьму. Один Арес. Один прокачанный дракон. И остальное, ребята, вы не поверите. Спектр, Меркурий и непрокачанный Ауджан. На випперах непрокачанных. То есть до сих пор у меня нет такого топ охуенного ангара, чтобы я где-то постоянно стабильно с ним ходил. Все что-то, какая-то хуйня. Мне бы это тело застанет, но, к сожалению, его застанет не получается. Да и к тому же он дамаг-то не очень-то и хорошо хочет принимать. Вы идите, парни, в нахер, а я иду в город. Сейчас он будет телепортироваться, блядь. Интересно, вообще прям не хочет получать дамаг. Вообще дамаг не получает. Это Рич. Из клана, блядь, Форс. Охуеть, блядь. Охуеть, вы понимаете? Просто вы мне вот говорите, да, Арес, Арес, Арес. А вы видите, что Аресу уже, блядь, спасать надо? Его уже просто мочат, нахуй. Не, возможно, это просто ребята из клана Форс, и они, блядь, мега крутые. И мы попали в какую-то гонку за маяками, блядь. Ох, блядь, ты откуда тут попался? У тугер, нахуй. Ронин, ну как вы видите, да, народу тут дохуища. И мы еще один бой проиграем. Это, знаете, как специально, блядь. На, братуха, прососи, епте, пару боев. Ну, мы проиграли, ахуй тут думать, блядь. Фарш уже забирает там еще один маяк, блядь. Ой, даже не знаешь, крутишь, головой крутишься, куда, чего, где, блядь. И как-то уже бесполезно, нахуй. Такую охоту, блядь, на Форс. Начинает, братуха, охоту на Форс. Хуй в нос. Еще одного робота берем, вот этого випера, блядь. Фалькон ходит спокойно, ему насрать вообще прям. Клановые битвы, ребята, ура, рандом против клана. Ура, на камеру стоим, мы кого-то подраним. Все, сдох ты, следующий робот. И все лечатся, блядь, гениальными, блядь, личинками. Хуй кого убьешь. Фарш пришел, блядь. Ну че, ребята, ждем лича, да? Скоро будет лич фокусировать вообще по одной цели, блядь. Все включают лич способность и фокусируют одного игрока, сразу выпиливают его нахер. Прячусь за гордой спиной Ланселота. Все, мы проебали. Вот так вот, ребята, спасибо большое за локи, фантомов, таких охуенно быстрых роботов, которые позабрали все маяки, ну и все, рандом всосал. Клан против рандома, это всегда проигрыш рандома. Спасибо, дорогие разработчики, что вы нахуй не даете шанса рандому. Спасибо, что шанс рандому вы не даете, блядь. Огромное вам спасибо, блядь, чтоб вам так жены давали, как нам победу в рандоме, блядь. Вот-вот, серьезно, ну, вот серьезно, блядь. А-а-а, спасибо, спасибо. Короче, мы проиграли, ну его нахер. Настроения нет против целого клана, попали, как обычно, блядь. И вот у нас был Рич, да, давайте Рича посмотрим. У него был робот, вот этот фантом МК-2 заебанный нахал охуяло. И у него охуенная лечилка. Видите, у него охуенная стоит лечилка. То есть, я на Аресе, вот это мелкое говно, которое должно сыпаться, как вы думаете, да, только на раз-два просто умирать, потому что он легкий робот, маленький робот, он должен умирать, блядь, да. Он же не умирает. Он выдерживает весь натиск Ареса, зеленого, прокачанного, и спокойно заходит в щит и трахает Ареса. Вот так вот, вот так вот, ребята. А вы, блядь, давайте нерфить Аресов, давайте нерфить Аресов, апать фальконов и фантомов, блядь. Будем апать то, что хую бьешь, вот так вот. Молодцы разработчики, понизили скорость Аресу. Теперь Арес убежать не может, охуенно, блядь, вообще здорово. Зато повысили скорость фантому, локи, шмоки, блядь, и всем остальным. А фалькон даже теперь может догнать Ареса, представляете? Вы не поверите, блядь. Ну, вот такие вот у нас реалии. Хотели сделать получше разработчики, но, как обычно, обосрались. Как обычно, налажали в трусы в свои все разрабы со своим балансом. Там апнем, тут понерфим, и все что-то как-то через сраку. Как обычно, через жопу. Плохие советчики сидят у разрабов, нихуя в этом не понимают. Ну, что ж, будем надеяться, что в следующем, блядь, поколении родятся умные разработчики, блядь, и будут все-таки думать головой. И выключат, нахуй, автоматическое попадание против взводного клана, кланового взвода, блядь, рандома. Чтобы клан сидел, ждал хоть 20 минут. Мне абсолютно насрать, блядь. Клан идет взводом, пусть ждет 20-30 минут. Они выходят против рандома и не трахают его. Как семечки, блядь, бабки на базаре, блядь. Понимаете? Меня, короче, маленько бомбануло. Ничего страшного нам. Ну, то игра в робот, скачивайте игру. Вас ждет. Понимаете? Все вот эти вот нюансы разрабы могут вылечить. Но они хотят, блядь. И вот как они вот с такой рекламой будут заходить? Ребята, скачивайте нашу игру в робот. Тут беспредел. Так, что ли? Вот такой рекламный ход. Скачивайте игру в робот. Тут беспредел творится. Да? Отлично. Девиз, блядь, в Play Market Apple Store. Варробот. Самая беспредельная игра. Может, даже, знаете, с таким названием, Варробот. Самая беспредельная игра, у вас и скачивание увеличится. Люди захотят увидеть, в чем, блядь, беспредел. А что, попробуйте разрабы нам. Хорошая идея. Только не забудьте мне на счет закинуть хотя бы тысячу бачей за такое предложение. С вами был Братуха. Подписывайтесь на канал. Ставьте лалки, дизлалки. Оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.